Приветствую вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас совершенно необычные съемки. Мы решили заняться в очередной раз благоустройством дачного участка. Точнее это даже не дачный участок, это место постоянного проживания, то есть это пригородный дом, где на постоянке живет замечательная семья, врача-гинеколога, хирурга и мы решили немножечко помочь ему с озеленением его участка. То есть у них был куплен дом с постройками, там были разбиты дорожки, больше ничего нету, сплошной такой луг, газон, короче растет трава и больше ничего. И Петр Попов, нашего героя зовут Петр Попов, попросил нас помочь ему с тем, чтобы создать проект участка. И тут, и тут. Мы позвонили нашему любимому эксперту Виктории Сергиной, которая большой специалист по многим вопросам, но главная ее специализация это как раз создание подобных проектов с нуля. Можно сказать, что это с нуля. С нуля, конечно, это когда и дома нету, а просто только куплен участок, но тем не менее интересно поучаствовать в этом проекте, она с удовольствием согласилась им помочь. И сегодня мы приехали. Сейчас мы познакомимся с хозяином дома. Виктория уже подъехала, они как раз обсуждают, что хочет хозяин. Я думаю, что мы сейчас подойдем к ним и пообщаемся. И они нам расскажут, что у нас вообще будет происходить. Да, там у меня есть из нержавейки столешница уже такая от итальянской кухни, на секундочку. Ух ты, боже мой. Да, да. Это будет, естественно, с летним водопроводом еще, да? Да, это вот то, что я хотел сделать в идеале. А водопровод мы с вами из дома потянем? Это вот как вы скажете, потому что у меня была сумасшедшая идея вот там. К вам приехал канал Европлант Лайф. Здравствуйте, Петр. Добрый день, Андрей. Вика, привет. Очень рад тебя видеть. Давно мы с тобой не работали. Очень приятно, что как раз случился такой повод, и ты согласилась помочь Петру в этом замечательном проекте. Взаимно, спасибо. Ну что, вы уже до чего-то договорились? Ну, в общем, да. То есть была первая встреча. Первая встреча состоялась. Очень успешно. Да. Петр, ну расскажите немножко нашим зрителям, у вас какой запрос к дизайнеру? Запрос к дизайнеру, чтобы было бы красиво, потому что я, честно говоря, с трудом представляю себе, что должно быть. Я могу только сказать, это получится красиво или нет. Вот, учитывая, что мои познания в ботанике, ну а дальше в ландшафтном движении, такие очень приблизительные. Я с трудом сосну от ромашки отличаю. Вот, поэтому готовиться не только в финал. Ну, смотрите, у вас все равно есть определенные условия, которые надо соблюсти. Во-первых, я смотрю, у вас собаки. У вас пять такс. Шесть. Шесть, теперь уже шесть, да. Теперь уже шесть такс сегодняшнего дня. Замечательные животные, но надо предусмотреть, чтобы территория тоже и понравилась им. Ну, им все нравится. Переехал из городской квартиры, поэтому они в данной ситуации немножко подневольны. Ну, и потом я еще знаю, что вы, помимо того, что вы врач, вы же еще и кулинар. Есть такая слабость. Да, я же подписан на вас в фейсбуке и видел, какие вы замечательные блюда готовите. Welcome, welcome. Да, да, да. Поэтому, вероятно, у вас еще тут и есть отдельная зона, предусмотренная. Да, это вот только что мы с Викторией обсуждали. То, что мы собираемся там, где построены предыдущими владельцами гараж и навес для еще одной машины. Ну, вот гараж будет для всяких сенокосилок и сноповязалок. А вот там, где навес, там хочется сделать летнюю кухню и место для посиделок. Ну, и, может быть, дрова там в том же варианте хранить. А расскажите, что у вас с соседями происходит? Мы думаем, что вам, мне кажется, не совершенно необходимо зеленую изгородь, потому что заборы у вас достаточно прозрачные и соседские постройки очень брать. С соседями нам безумно повезло, на самом деле, и мы бы не хотели абсолютно от них отделяться вот так, чтобы наглухо. Нам это не нужно, потому что, действительно, мы получаем удовольствие вот со всех трех сторон, которыми мы окружены. Это просто идеальный вариант, неожиданный и абсолютно идеальный. Вот. И да, конечно, может быть, хотелось как-то затрапировать, но не превращать это в глухую китайскую стену. Ну, то есть будет создана некая кулиса, которая не будет просто глухой изгородь. Но это мы покажем. Вик, я предлагаю отпустить хозяина по своим делам, а мы с тобой пройдем и немножечко проведем аудит участка за его глазами, чтобы не смущать его. Не комментировать при нем, да? Не возражаете? Да, да, да. Хорошо, я удаляюсь. Давай начнем с истории участка. Петр купил этот дом в прошлом году. То есть он, вот как он был, так он сейчас и есть. То есть с этой отделкой, в этих объемах, вот с этим крыльцом, вот с этой входной зоной, вот с этой дорожкой, ширина между дорожкой, зеленой зоны между дорожкой и забором 50 сантиметров. Это все было куплено. Вот. Соответственно, был куплен вот тот гараж, который будет переделываться под зону барбекю. Причем это, кстати, первый прецедент в моем случае, когда гараж переделывается в барбекю. А не наоборот. Нет, наоборот тоже не было. Ну, в общем, это смелый шаг. Я его одобряю. Интересный, да? Да. Да. Значит, и мы имеем что? Мы имеем некие замощенные зоны, да, вот зону крыльца, дорожки, которые Петр не хочет никоим образом менять. По крайней мере, в голову ему это пока не приходило. Не, ну, естественно, хочется минимальным ущербом и разгромом. Если уже дорожки есть, то ломать их я бы не захотел. Ну, да. Это можно понять. Как я поняла, где были очень серьезные дефекты в мощении, он их поправил вот как раз в этом сезоне. Ну, и вот тот максимум. Вот. Входная зона, как ты видишь, не очень большая, но площадь участка, по-моему, там порядка 10 соток, да, имеем 11 соток. Вот. Поэтому вот эта вот входная зона, она вполне пропорциональна и объемам дома, и площади участка. Ник, ну, вот смотри, мне кажется, что для любого ландшафтного дизайнера вот такая вот история может стать какой-то проблемой. Может, я ошибаюсь. Скажи мне, очень маленькое расстояние между дорожкой и забором, и, например, если люди хотят озеленения здесь, опять же-таки, голый, совершенно прозрачный забор, понимаешь, мне кажется, Петр, поскольку он еще только начинающий загородный житель, он еще не совсем осознает, что вот эта вот радость общения с соседями, как правило, очень быстро заканчивается. И вот это вот, у нас прекрасно отношение, мы рады друг друга видеть. Буквально пройдет год-два, и захочется большего уединения. А заборы все прозрачные и голые, и в том числе от дороги. Потому что я по себе знаю, когда проходит в день мимо моего участка, ну, человек 50, и каждому, здравствуйте, до свидания, здравствуйте, до свидания, уже иногда немножко хочется вот от этой истории избавиться. Ну, смотри, с одной стороны, да, мы имеем тут 60 сантиметров, это крайне мало, вот. С другой стороны, мы имеем между асфальтовой дорогой коттеджного поселка и границей забора обочину до достаточной ширины, там ширина метра два, наверное. Поэтому, в принципе, мы можем что-то посадить, то, что действительно создаст кулису, и за оградой. Если это не противоречит регламенту поселка. В некоторых коттеджных поселках есть такие регламенты, где строго оговорено, что можно, что нельзя. Значит, в то же время высота этих посадок, ты видишь, да, у нас есть... Ага, да, да. Электростолбы, да, по ним протянутся. Кабель. Электричество, да, электрические кабели, поэтому, соответственно, это должно быть, однозначно должен быть кустарник, а не деревья, потому что деревья мы в этом году стрижем, в следующем году не стрижем, потом еще что-то случилось, и бах, они уже у нас на проводах. Вот, чтобы этого не было, соответственно, нужно сразу проектировать то, что ухаживаем мы за ним, либо не ухаживаем, чтобы оно сразу отвечало всем требованиям. Это принципиальный момент, и лучше именно таким образом и действовать. Ну, то есть вот сюда деревьев мы посадить не можем ни в коем случае? Нет, по дуре-то можно сделать все, что угодно, но понятно, что 50 сантиметров... Тут проблема даже не только в том, что площади питания не будет хватать, а ее банально не будет хватать. Тут второй момент, что может быть вымерзание, потому что здесь довольно мало самой земли, и от дорожки. Дорожка будет очень быстро и охлаждаться, потому что с нее будет счищаться снег. Она наверняка эксплуатируемая зимой, тем более, что люди здесь живут по полголечному. Ну да, она постоянно туда. Да, соответственно, тут будет постоянное промерзание в этом месте. Это тоже нужно учитывать сразу при проектировании. Если бы это у нас дорожка была где-то в конце сада, и тут бы снег бы лежал, мы бы про промерзание не говорили. То есть вот эти все нюансы, они должны тоже учитываться. Поэтому здесь мы можем сажать только какой-то кустарник, очень устойчивый к промерзанию, устойчивый к сушению, потому что под дорожкой лежат подстилающие песок, щебень. Очень быстрая эвакуация воды. На солнце палящем эта дорожка очень сильно нагревается, поэтому вот это место очень сильно и переохлаждается, и перегревается, и сушается. В зависимости от конкретной ситуации на тот момент, как мы говорим. В общем, деревьям здесь будет плохо. Сюда можно встать, наверное, какие-то лианы. И деревьям будет плохо, и капризным кустарникам здесь будет плохо. Тем более, что вот это, кстати, южная сторона. Вот именно конкретно это мы сейчас с тобой, хотя сейчас октябрь, вот сейчас полдень, и здесь солнце есть. То есть дом не затеняем. Соответственно, летом здесь постоянное пекло. С самого утра до позднего вечера. Вот эти все факторы мы должны учитывать, прежде чем понимать, можно ли здесь что-то посадить, и что именно. Соответственно, здесь только какой-то невысокий, даже не так, не то, что невысокий, с компактной корневой системой, очень устойчивый и к сушению, и к перегреву, и к промерзанию кустарник. Спиры и лопчатка? Лопчатка, кстати, скажу тебе, нет. В общем-то, она не настолько беспроблемна, насколько принято об этом говорить. Спиры, смотря какие, надо смотреть. Либо здесь просто посадить какие-то злаки, кстати, тоже. Возможен такой вариант, да, засухоустойчивые. Двухметровые. Либо действительно лианы, но тоже надо думать. Может быть, с той стороны, с той стороны. Посадить гортензию черешковую, вот, а с этой стороны уже действительно посадить многолетние. Может быть, вот этот вариант был бы оптимальный. Но это нужно все думать на этапе разработки дендропроекта. Слушай, ну, как хорошо, что Петр нам не заказал озеленение конкретно этой зоны. Да, и задача сразу же упрощается. Ну, я рад, что мы рассказали зрителям о том, что вот такая проблема существует и каким способом, возможно, ее решить. За что тебе, Вика, большая благодарность. А мы с тобой пойдем дальше. Пойдем. Пойдем. Туда. Туда. Ну, пошли туда. Пройдемте. Тут у нас парадная зона, с одной стороны, да? Согласен? Парадный септик? Да, здесь у нас парадный септик. Здесь у нас... И парадная какая-то еще... Древизионный люк, да? Кстати, можно подойти и посмотреть, что тут именно. Ты уверена? А почему нет? Слушай, ну, тут... Тут дренаж. Ага. Вот. Слушай, ну, вот эта вот история, она так и будет здесь торчать пожизненно? Это вот что вообще? Или это можно срезаться ниже? Когда ставится, все правильно было поставлено. Когда ставится, никто же не знает, какой здесь будет уровень в итоге. Может, мы здесь захотим сделать какую-нибудь геопластику, понимаешь? И поднимемся, может, носкомник будет. Поэтому грамотный строитель, он действительно сажает выше и ставит люк. То есть, когда мы с вами примем решение уже окончательно, на каком у нас уровне здесь будет проектная отметка, да, по грунту, соответственно, мы просто болгарочку аккуратненько срезаем, и лючок ставим. Он получается у нас заподлицо, с будущим уровнем. Поэтому вот тут все сделано прекрасно. И дренаж, что важно, да? Мне кажется, что дренаж – это очень хорошая история. На самом деле поселок находится под горкой. Из горки подбивает вода. Есть такой момент. И здесь было произведено осушение в рамках самого коттеджного поселка. Просто у меня уже были здесь клиенты в этом коттеджном поселке, я немножко знаю. Причем оно было произведено довольно грамотно, хорошо. Воды здесь нет. Мы с тобой можем посмотреть. Нет, ну смотри, ночью-то вообще дождь слил очень сильный. Мне кажется, вообще везде лужи здесь сухо. В полностью вся эвакуация, нигде нет никакого заболачивания. Тут другой момент. Тут видишь, смотри, тут стоит водосточная система на доме, и она у нас, видишь, с тобой, у нас нет дождеприемников, то есть ливневой системы нет. Дренажный – это есть, а ливневой – нет. То есть у нас водосброс производится просто вот на зеленое покрытие. Ну, сейчас – назовем это зеленое покрытие. Да, завтра может быть что-то другое, неважно. Но получается, что у нас просто в грунт уходит ливневая вода. Это не очень хорошо. Два варианта. Либо мы ставим ливневую систему, если у нас есть куда эту воду вводить, это одна история, если нет, это другая история. Либо просто мы принимаем как факт, что оно вот так вот, и просто, когда мы проектируем здесь посадки, мы учитываем то, что здесь производится периодический водосброс. Ну, подмокать, ты видишь, шел действительно сильный ливень. Ну, тут такая образовалась ложбина, например, в радиусе метра-полтора. Тут вымыло, потому что здесь просто был завезен какой-то грунт, и просто посевной газон был посеян. Вот ты посмотри на настоящий момент, тут растет... Ну, что попало, как говорится. Тут растет лютик, тут растет... Клевер. Клевер, да. Тут растет... Любимый всеми одуванчик. Одуванчик, да. Мать и мачеха. В общем, все подряд тут растет. Вот. Мы здесь в Пункет работу производить. Ты что-то запланировала сюда? Слушай, ну, я же проектирую весь участок, да? Поэтому у меня здесь очень интересная задумка. Посмотрим, как на нее отреагирует Петр. Здесь зона, где солнце только рано утром. Здесь восточная экспозиция. Потом, когда солнце уходит южнее, то здесь образуется довольно глухая тень от жилого дома. А вечернее солнце, можно сказать, растения уже игнорируют, потому что они готовятся уже спать. И, в общем-то, самое важное солнце для растений... Это утреннее. Да, и дневное. То есть это самое неудачное место вообще для какого-то ландшафтного озеленения? Нет, ну почему? Есть же еще теневые сады, да? Вот. Просто если мы говорим о запросах заказчика, заказчик просил еще, кроме декоративного сада, просил плодовый сад. Вот. И если мы с тобой посадили бы сюда, например, плодовые деревья, вот. А обычно, когда ширина вот такая вот около 3-4 метров, то, в принципе, можно и посадить плодовые деревья. Не темно им здесь будет? В данном случае будет темновато. Поэтому плодовый сад, я думаю, что начнется вот отсюда и пойдет вот на ту сторону. Проблема, которая просто вот очевидна. Видишь, тут вот эта вот дорожечка, да? Она, бац, упирается в крыльцо. И все. А на самом деле вот здесь что? Здесь, если мы чуть-чуть продлим, вот по осям вот этого крыльца, смотри, причем действительно немножечко. У нас будет патио, куда мы можем поставить... И шезлонг не всегда же вы хотите ставить на траву. Нет, не всегда. Можем поставить какие-то кресла, столик. И посидеть здесь, да? Не обязательно же нам вот здесь сидеть. И для этого нужно чуть-чуть совсем расшириться. Такой прием, он совершенно элементарный и позволяет организовать еще одно какое-то пространство в саду. Причем прямо рядом с домом, что очень-очень удобно в нашем переменчивом климате. То есть если мы сюда поставим какую-то мебель с мягкой обивкой, да, то очень легко во время дождая просто взять эту обивку и перенести сразу вот сюда вот накрытое крыльцо. Вот. Ну и давай посмотрим теперь вот на эту прекрасную картину. Значит, практически всю длину забора мы имеем дом. Жилой, соседский. Он вытянут прям вот вдоль этого забора. Ну пойдем мы покажем, чтобы наши зрители увидели о каком месте идет речь. Тут основная проблема в чем? Я понимаю, что Петр не хочет закрываться. Да, мы не знаем действительно, там, с твоих слов он захочет это через два года или вопреки твоим словам не захочет он это через два года, да? Но сейчас, когда люди сидят там на террасе, они все время смотрят вот на этот фасад. И, конечно, этот фасад лучше убрать просто для того, чтобы не было вида на вот этот вот соседский дом, который действительно занимает больше половины длины вот этого забора. Поэтому вот это вот задача number one. И эта задача даже не закрыться от соседей, а просто создать свою какую-то территорию, свой сад. Согласен. Не, ну, потом, смотри, как бы здесь компостер, огород, детская площадка, баллоны с пропаном. Слушай, это все тоже частности, потому что это можно закрыть какими-то кустами, во-первых. А во-вторых, сегодня здесь это есть, завтра этого не будет. А вот дом здесь есть, и 99% что он здесь будет десятилетиями. Понимаешь? Поэтому, конечно, когда приглашают специалиста, ждут от него каких-то глобальных решений, фундаментальных на длительный срок. А вот эти все вот частности, где у кого компост, компост это... В общем, надо мыслить глобально. Вторично, третично, абсолютно да. То есть мы должны заложить скелет сада. Тот скелет, который будет, а, здоровым, и, б, грамотным. То есть он должен сразу несколько функций решать. Я понял тебя хорошо, прекрасно, что ты это объяснила, потому что для меня это не было очевидной историей. Я увидел компостер и подумала... А это частность на самом деле. Ты понимаешь? Вот смотри, этот колодец, который тебя так манил, да, это тоже, опять-таки, наследство от старых хозяев. Вот. Он пока открыт. Естественно, мы просто поставим здесь бетонную крышку и люк. То есть это все будет безопасно, ничего этого не будет, просто будет сверху личок. Но я тебя подвела сюда не за этим. Посмотри, какой уровень грунтовых вод, ты видишь? Достаточно высокий. Я считаю, что это нормально, потому что тут, в принципе, одно кольцо целиком сухое, да, и только потом, то есть где-то здесь метр двадцать, вот так вот. А, ну и потом только после дождя еще ведь. Ну, кстати, да, вот когда я была в прошлый раз, было суше, да, и еще ниже было. То есть если есть на участке какие-то ямы, шурфы, по ним можно определить уровень грунтовых вод. Если, конечно, они не в глине, это не глиняный стакан, и только что не было дождя. То есть этот колодец – часть дренажной системы, или что, он вообще функционал у него низ какой-то? Нет, он был выкопан именно как колодец, но сейчас, я так понимаю, что он утратил свою актуальность, и будет использоваться только для полива. Ясно. То есть это, в принципе, тоже вещь такая, доставшаяся по наследству. Да, доставшаяся по наследству. То есть если бы, например, когда вызвали ландшафтного дизайнера, его бы не было, он бы здесь и не появился, я так тебе скажу. То есть его функционал весьма сомнителен. Это косяк проектировщика дома? Ну, я бы не сказала, что это косяк, это данность. Это обычно так и происходит, когда просто-напросто покупается участок, строится дом без генплана участка. Генплана не было. Вот, не было генплана. Да. Да. Поэтому, соответственно, все остальное из этого вытекает. Ясно. То есть это совершенно типичнейшая картина. Ну вот хотелось просто проанализировать эти ошибки. Возможно, наши зрители, когда будут свой участок обустраивать. Да, обсуждали, что лучше всего, конечно, если люди хотят еще пользоваться участком, да, если они хотят жить на этом участке, то лучше, конечно, вызывать профессионалов, которые организуют пространство функционально. То есть нужен генплан все равно. На этапе строительства дома еще. Ну, желательно, конечно, чтобы специалист и посадил этот дом, да. Потому что участки у нас небольшие и очень редко, когда приходишь, дома же есть, начинаешь какие-то другие структуры вписывать, и они нормально вписываются. Одно начинает мешать другому. Это как тетрис, который никак не сложится. То есть ландшафтный дизайнер работает в одной команде с архитектором или застройщиком? Да, если на этом этапе есть запрос от заказчика, то так и происходит. Да, именно так. То есть архитектор дома работает с архитектором ландшафтным, и вместе они уже и дом сажают. Вот у нас сейчас на одном объекте именно так и происходит. То есть там проект дома уже был выполнен, мы его посадили на генплан. Сейчас доделывается проект в бане, мы его тоже посадим на генплан, и потом дальше уже будет все остальное отрисовываться. То есть обычно это таким образом происходит. Но здесь мы имеем, что имеем. Причем, как я тебе уже сказала, когда мы были с той стороны дома, что в принципе дом посажен неплохо. В общем, этот участок вполне приличный. Тут можно сделать очень милый, интересный сад. Замечательно. Вперед! Вперед! Первое решение. Это расширение вот этой вот зоны рядом с южным крыльцом. Мы его совсем чуть-чуть расширяем, буквально вот на полтора-два метра, но тем самым мы получаем полноценную патию, на которую мы с вами можем поставить либо какую-то там группу, там два креслица садовых и столик, либо шезлонги, если, например, там на газоне мокро, а здесь уже солнечно, и мы хотим на шезлонге посидеть. И отсюда у нас идет дорожечка, которая приходит к зоне барбекю. Потому что ходить вот таким вот углом... Неудобно совсем, это да, это мы уже поняли. Поэтому вот дорожечка, я сначала не понимала, как ее лучше нарисовать, а я так думаю, что она пускай идет прямо через газон. Газон сначала нарисовался прямо кругленьким, но потом было решено, что мы сделаем в нем несколько таких вот впуклостей, которые будут не только зелеными зонами, но вот в данном случае мы здесь организовали некое место, я его подписала, что это место кострища, а на самом деле я думаю, что это просто должно быть патио для ребенка. Ребенку 16 лет, наверняка к нему приходят друзья, пускай у него будет какая-то своя зона на участке, а кострища тут будет, либо у него просто какие-то скамейки будут, да хоть палатка, в общем-то как бы не важно. Вот, и это вот, я думаю, что будет... Он будет очень доволен этому. Вот здесь у нас организовались прекрасный такой небольшой, совершенно компактный пряный садик. По факту это будут две приподнятые, может быть, клумбы, может быть, просто цветочницы, в которые мы с вами будем сажать. Там может быть что-то и многолетнее, там по типу чабреца, значит, и сопа, а можно что-то подсеивать там, и однолетнее, по типу укропчика. Руккола та же самая, она в нашем климате прекрасно совершенно растет, ее посеешь, и потом она сеется и сеется сама. Она может жить как здесь, в принципе, она может жить и вот на этой части клумбы. Вот, значит, потом у нас появился такой прекрасный вот номер 10 в плане, таксятник. Смешно, психопотник. Конечно, я помню, что вы сказали, что пока в настоящий момент ваши таксы практически никакого урона саду не наносят, но пока и сада нет. То есть сейчас покрытие газона довольно плотное, хотя назвать это газоном сложно, но лужайка, да? Лужайка довольно плотная, поэтому им не с руки там копаться. Как только мы с вами сделаем вот эти прекрасные зеленые зоны, так сразу у них появится желание там действительно копать норное животное. Более, когда их 6, они воспрямят себя стаей не мне вам рассказывать. Поэтому, в общем-то, командир там, скорее всего, кроме вас, еще внутри стаи есть свой командир. А можно сейчас совершенно... Где она, кстати? Вот она. Ах ты, лапочка. Ну, вот она. Вот сразу видно, что это альфа. Вот сразу видно. Наверху. Вот. Поэтому вот эту зону мы им выделяем. Я не знаю, возможно, нужно сделать какой-то небольшой заборчик, и, может быть, мы сделаем какую-то геопластику, чтобы им было интересно там копать. Может быть, какие-то небольшие там мостики, еще что-то. В общем, какие-то такие штуки. Но это надо изучить просто эту тему, возможно, подключить кинолога. Я понял. И мы с вами сделаем какую-нибудь интересную историю. Она будет совершенно бюджетная, но она будет, во-первых, милой особенностью вашего участка, а, во-вторых, это явно полноценные члены вашей семьи. Они, конечно, доминирующие члены семьи в нашей. Потому что жизнь строится вокруг собак. Мы что-то организуем, да. Потом вот эта вот узкая полоска. Мы с Андреем в прошлый раз долго разговаривали вот про эту узкую полоску, да, с этой стороны, у парадной части. Там, наверное, скорее всего, мы посадим какие-то многолетние, а уже за забором, возможно, можно посадить какие-то кустарники, которые все-таки позволят вам избежать того, что все проходящие по улице будут смотреть и в окна, и, соответственно, что происходит на участке. Потому что тут вот эта часть, она простреливается вся полностью. Да, абсолютно, конечно. Вот. Поэтому, скорее всего, тут будет создана какая-то кулиса, которая будет закрывать. Типа шиповник или... Ну, я думаю, даже что-то может быть чуть-чуть повыше, чем шиповник. Возможно, там какие-то жасмины, семейны, что-то такое. А вот здесь вот мы можем с вами посадить малину. Здесь у нас палящее солнце только с утра, потом после обеда солнце уходит. Малине этого солнца вполне будет достаточно для того, чтобы ягоды были сладкие. 50 сантиметров, в принципе, так как это, в общем-то, растение-агрессор, может быть, и будет хватать, если мы сделаем приличную выемку, и туда очень приличный насыпь навоза. И если еще мы сделаем какой-то небольшой бортик, постоянно будем туда, например, скосили газон, отсыпали, постоянно будем вносить питательные вещества, и малина будет отдавать вполне приличный урожай. Таким образом, мы вот эту узкую полоску и функциональнее сделаем, и в то же время вопрос будет решен. Значит, запрос на рождественскую елку. Вы сами, на самом деле, ответили, где она должна быть. Я совершенно с вами солидарна, что здесь она и будет. Мы даже ее в ближайшее время можем примерить. И попробуем сделать вот эту кулису, которую будет закрывать соседский дом, потому что, да, это, конечно, доминанта, и проблема не в том, чтобы закрыться от него, а проблема в том, чтобы закрыть его, потому что основная жизнь у нас здесь, а мы постоянно упираемся, причем у нас фасад, в тыльную сторону даже дома. Да, да, поэтому его, конечно, нужно убирать. Вот, плодовый сад, вот он будет размещен здесь, он будет очень незначительно закрывать вот этот дружественный вам участок соседский, и в то же время здесь постоянно солнце, то есть с утра оно всходит, весь день и до вечера. то есть будет такая кружевная кулиса, которая плюс будет приносить вам плоды. И что мы можем посадить здесь? Здесь мы можем посадить с вами груши, яблони, сливы, вишни, это уже как вы захотите, может быть, даже. А груши будут возревать в питерских условиях? Сори. Более того, я хочу сказать, что большинство сортов современных груш, они созревают конец августа, начало сентября, довольно мало сортов, которые поздние, они редкостью считаются, то есть в основном я почему-то сказал, что груши это что-то более южное, не северо-запад, не болото. это не будут груши конференции, это будут груши немножко попроще, но они все равно вкусные и сладкие. А ты меня не пробовал груши, да, никогда? Не угощала пока. Ну, в общем, это груши очень вкусные, которые прямо вот с дерева. Это не те груши, которые мы покупаем в магазине. Ну, это вот эти вот сорта Лада, просто Мария. Мария – это современный сорт, очень хороший. Есть разные селекции, в общем-то, очень большой перечень сортов, рекомендованных для Ленинградской области. Это действительно будет не бесвкусная какая-нибудь ерунда из магазина, это вкусная сочная груша. Есть еще выбрать. Большинство сортов, они малолежкие, вот такой момент, но есть современные сорта, которые лежат довольно долго, там до двух месяцев даже так. В смысле? Вот, то есть с этим все хорошо. И более того, груша, сама по себе, дерево, гораздо более красивое, чем яблоня. Да-ка, я и как плод, честно говоря, больше люблю грушу, чем яблоню. Почему приятно и удивлен, что это, оказывается, у нас приживается. Сливы я знаю, да, и соседи угощали своими сливами. Тоже хотелось бы, безусловно, сливы. Я почему и спросила, а что мы можем посадить здесь? Ну вот, кстати, сливы даже менее устойчивы, чем груши, я хочу вам сказать. В этом плане более перспективно как раз олыча, современные сорты олычи. Они сопоставимы по размеру со средним сливу, они сладкие, сочные. То есть будем делать ткемали? Будем. Будем делать ткемали, конечно. Грушевый сидор. О, гениально. Все это может быть. Другое дело, что видите, у нас с вами здесь шесть деревьев, или мы вводим еще куда-то деревья, если мы с вами о плодовом саде говорим, либо мы тогда вот прямо каждое дерево будем обсуждать, что именно это. Ну, плодовый сад это без фанатизма, учитывая, что времени на то, чтобы им заниматься всерьез, у нас нету как такового, потому что мы оба работаем, мы как умолешенные возвращаемся домой там, ну, не раньше 10 вечера, а то и 11, а то и в первом часу уже. Вот, выходной, ну, два, это, конечно, просто мечта, чаще всего один, и, соответственно, вот реально физически времени на уход полноценный, конечно, нету, поэтому плодовый сад хотелось бы иметь, но без, вот, не плантацию. Ну, понятно, да, да, нет, ну, шесть деревьев, шесть-семь деревьев, это не то же, чем вы будете ухаживать по много часов во время вегетации, это весенняя формирующая обрезка, но это лучше доверить профессионалам, понятное дело. Весенняя обработка, она может быть одновременно с обрезкой, дальше лучше обработать еще раз перед цветением, вот, и, в принципе, осенняя обработка, в общем-то, и все. Главное еще найти время собрать урожай. Ну, на это найдем. На это время найдется. Ну, хорошо. Тогда, в общем-то, мы с вами просто будем решать, что именно мы сажали. Было запроса от Петра, в каком стиле должен быть сад. То есть, это было отдано на откоп мне, и так как, что Петр, что его жена Лена, люди, которые работают, а, очень интенсивно, и, б, у них очень ответственная работа, поэтому сад для них должен быть местом, где они должны отдыхать душой. Вот. А в то же время Лена мне сказала, что для нее часть отдыха это работа в саду. То есть, не было запроса на малый ходовый сад. Это, на самом деле, очень интересная задача, потому что обычно сейчас практически любой запрос... да, Обычно любой запрос, да, поставьте так, чтобы оно сидело как прибитое, чтобы я не подходила, ничего не делала. здесь мне было сказано, что будут полоть, будут резать, будут ухаживать, будут любить, поэтому здесь можно посадить, в общем-то, довольно широкий ассортимент растений, но основой сада является, конечно, скелетной частью, являются деревья. Соответственно, очень важно правильно выбрать, что из деревьев мы сажаем. Вот. И здесь были выбраны деревья в природном стиле средней полосы, именно те, которые будут, не будут смотреть чужеродно на этом участке, именно для того, чтобы люди себя ощущали комфортно. Для этого нужно, чтобы картинка была с детства понятная, узнаваемая, и этот момент такой довольно важный. Поэтому были выбраны рябины. С одной стороны, это то дерево, которое мы знаем с детства, с другой стороны, рябины у нас необычные, особенные, сортовые. Рябина, у которой осенью лист краснеет, а ягодки у нас ярко-рыжего цвета, что очень хорошо будет смотреться на фоне нашего таракотового фасада жилого дома. Березы. Петр вообще хотел из канала выкопать видовую березу и посадить ее на участке. Но вот в прошлый раз удалось отговорить от этой идеи, поэтому мы запроектировали березу юнги на штампе. То есть это дерево, которое имеет ограничение роста местом прививки, то есть сам штамп уже расти не будет. Он растет со скоростью сколько-то миллиметров в год. К этому прекрасному патио, которая у нас... Стоунхендж. Да. здесь будет пошаговая дорожка. Кстати, вот здесь будет качелька либо скамеечка. Она у нас тоже никакого основания потребует. Мы можем просто на мульчую поставить и все. Она будет прямо под сенью дерева. Вот единственное дерево, которое, кстати, у нас нетипичное для средней полосы. Это бархат амурский. А на самом деле в природе это дерево довольно величественное. Но именно у нас, в Ленинградской области, оно довольно компактное, имеет очень интересный вид и я думаю, что оно очень хорошо здесь пишется. Будет изюминка участка. То есть задача основной скелет сделать из тех растений, которые понятны и ментально нам близки. Но, конечно, какие-то интересные изюминки в саду должны быть и они приветствуются. Безусловно. Да. Петр, а как вам проект? Мне очень нравится. Огромное спасибо Виктория за то, что она предложила свое видение и оно действительно такое комплексное и все выглядит очень органично. И даже вот эта вот казалась пустая, совершенно непонятная зеленая полоса вдоль забора с соседями и оказывается ее можно засадить любимой малиной и это не будет так печально выглядеть, как сейчас выглядит. Так что действительно все очень здорово. Большое спасибо. Есть к чему стремиться. Вика, тогда в следующий раз заказываем машину, привозим растения и начинаем расстановку. Посмотрим, как все это будет выглядеть живьем, посмотрим на растения. Посмотрим, да. Замечательно. До встречи. До скорого. Как любил говаривать гинеколог, можно было на фоне ну что, дамочка, приступим к операции. Поприветствуем елку. Всем привет. Ну-ка, ремина. Ремина. Приехали наши прекрасные растения. Первым мы будем выгружать рождественскую елку. Мы специально попросили, чтобы водитель остановился рядышком. Тут, слава богу, вот этот вот большой прекрасный плац, который ведет пока еще к гаражу, действующий. Соответственно, мы заехали почти к месту ее посадки. Сейчас мы ее быстренько вытащим. Сегодня у нас Андрей Смирнов, ведущий канала Европлант Лайв, бригадир-озеленитель. Бригадир-озеленитель, он же грузчик, он же Гога, он же Гоша. Но для этого мне надо отцепить микрофон, и у нас будет руководить процессом Викинг-помощник Даниил. Ну, давай, пускай будет Даниил. Так что он будет шефом, а я на подхвате. Так, Даня, командуешь ты тогда? Даниил. Даниил. Ну, что, Вика, смотри, мы привезли наконец-таки растения. Начинаем их расстановку. Начали мы с самого главного новогодней елки, ведь скоро Новый год, как мы знаем. Она у нас, видишь, вне композиции. Самое главное для нее, чтобы она более-менее прилично садилась между дорожек, была на определенном расстоянии от стены жилого дома, и хорошо смотрелась от стола, который в гостиной расположен. Соответственно, это самое главное, это number one. Мы бегали с ней, бегали, и в итоге... Я бегал с ней, бегал. А я смотрела из окошка, как ты бегал, и в итоге она села ровно-серавно на то место, как первоначально мы ее нарисовали. Да, я даже подумал, Вика, что не издеваешься ли ты надо мной. Нет. Это нормальная часть работы. Ну, как тебе сказать, когда... Таскание 100-килограммовых елок. Я так тебе скажу, когда в расстановке принимает участие заказчик, то это часть работы, а так как Петр непосредственно принимала активное участие в размышлениях, где должна стоять елка, поэтому с ней бегали. Это нормально. да, это же не пиончик, который можно пересадить. Это большое настоящее дерево. Надо посадить один раз и на всю жизнь, возможно. Ну, по-разному бывает. Бывает, что и более высокие елки не то, что сажаются, а пересаживаются. В общем, такие прецеденты тоже были. Но да, ты прав. Значит, тут проблема в чем? Видишь, мы попадаем ровно на ось дренажа. Мы тут замерили с тобой, да, открывали, замерили глубину залегания дрион. Оказалось, что они всего-навсего 35 сантиметров относительно уровня грунта. То есть дренажа как такового на участке нет, а есть просто иссушение верхних слоев почвы. Также мы с тобой замерили высоту контейнера елки и поняли, что высота кома 40 сантиметров. То есть мы не докопаем нужные нам 40 сантиметров и сажать эту елку прямо на трассу псевдо-дренажа мы не можем. Поэтому сейчас наша задача немножечко оттянуть елку или сюда, или сюда, принять решение куда, и тогда она уже с Богом у нас сядет. Такие моменты довольно частые. Мы с ними сталкиваемся, нужно уметь с ними работать. Елки поверхностная корневая система скорее всего глубже, чем сейчас, 40-50 сантиметров, она вниз и не пойдет никогда. Она пойдет вширь. Поэтому очень близко к дорожке или к дому мы не можем ее двигать. Давай принимать решение, что мы сделаем. Ты, во-первых, расскажи, что это за елочка. Елочка пришла из Европланта. Как она называется? Значит, эта ель колючая называется, она Болотон. Это не очень распространенный сорт, но очень перспективный, именно как рождественское дерево. Почему? Если ты посмотришь на приросты, вот прирост этого года, но он был в питомнике, поэтому нетипичный, потому что в питомнике растение стояло с весны в контейнере, соответственно, ну, как бы за ним ни ухаживали, все равно растение было более сложное, да, более сложных условий и стесненных, нежели в грунте. Вот, поэтому надо смотреть приросты прежних лет. Вот прирост прошлого года, 19-го, когда она себе спокойно, счастливо росла в питомнике. Вот прирост 18-го года, вот 17-го, то есть максимальный прирост у елки был где-то сантиметров 7. То есть это, можно сказать, полукарлик. То есть, так как это полукарлик, ты видишь, высота у нее примерно где-то 2-2,5 сейчас, да, на настоящий момент. То есть это, в общем-то, крупномер. Растение, которому уже, наверное, 12 с плюсом лет, а может быть, даже и все 15. Мне кажется, даже больше, да. Да. Вот. И это дерево лет через 10 будет больше, ну, где-то, наверное, на метр. Всего-то. Да. То есть, и даже через 10 лет будет довольно удобно наряжать эту елку, даже через 20 лет. То есть, высшая конька дома, она при нашей жизни, скорее всего, не перескочит. Ну, и потом, как известно, на елочке все-таки можно стричь, то есть, можно ей немножечко ограничивать рост. Ты знаешь, стричь можно все, в общем-то. Нет, ну, кое-что только один раз, понимаешь. Да, понимаешь. Но, если мы елку стрижем регулярно, то тут варианта два. Если мы просто ее стрижем, как ту же самую тую, то очень скоро мы получим такого плотно набитого мишку. То есть, она потеряет уже свои контуры, как ель. И, а функция рождественской ели. Это быть елкой с ярко выраженной, да, яростью, веток. Лапками. Да, да. Поэтому этот вариант для рождественской елки, такой вариант обрезки, неприменим. Второй вариант обрезки гораздо более сложнее. Технология есть, она известна, но довольно ограниченному кругу лиц, скажем так. У нас в северо-западном регионе Андрей Копсов ведет мастер-класс именно по такому характеру обрезки, который позволяет сохранить вот эту яростность. Но я могу сказать, что это тоже, в общем-то, компромиссный вариант. То есть, взять видовую елку и держать ее там 20-30 лет таким методом обрезки все равно не получится. Поэтому лучше изначально брать полукарлики и сажать их. Или тогда, в принципе, брать уже не елки, а рассматривать какие-то другие варианты. Еле колючие. нет, но если 10 лет прирост один метр, мне считают, что это вообще беспроблемное дерево. Это прям вот... Я с тобой совершенно согласна. Это один из самых лучших вариантов и как раз на этом участке мы его и реализуем. Прекрасно. Вика, значит, у нас еще пришли две березки, две рябинки, амурский бархат и клен. Вот про березку ты могла бы подробнее рассказать? Я помню, что ты говорила, что хозяин хотел выкопать лесную капонину, березку посадить. Да, то есть у нас основа сада это сад в природном стиле, да, хотя мы, в принципе, от него все равно уйдем, потому что, опять-таки, заказчики хотят и сирень, и жасмин, да, ну, чебушник, и другие красиво цветущие кустарники, которые, в принципе, в природе северо-западного региона не встречаются. Это культурные растения. Соответственно, береза для участка 10 соток это стихийное бедствие. Вообще, береза это дерево очень быстро растущее, довольно быстро становящееся аварийным в связи с тем, что ветровальность высокая, и нет, опасное коварное дерево, я у себя погубил все березы, потому что они, конечно, велись отвратить. Да, да, и с нее все время что-то сыпется. Что-то сыпется. то есть сначала это сережки, потом семечки, потом листики начинают сыпаться уже в июне, на самом деле. Вот, а когда начинается... А корешки выпивают все соки из ближайших растений на несколько метров. Да, как ты знаешь, тут уже дренаж не очень хорошо сделанный, уже эту функцию будет выполнять. Излишка воды здесь нету, чтобы кормить... для этого участка это было бы уже слишком. если хочется, сад в природном стиле, да, береза, в принципе, в то же время довольно неприхотливое дерево. Если мы его посадим правильно и в нужные сроки, то, в принципе, с ним будет все прекрасно. Вот, поэтому все-таки береза была выбрана. мы взяли березу на высоком штамбе, что позволило все-таки сохранить ощущение дерева. С одной стороны, тут штамп 2 с плюсом. То есть, высота горшка где-то 30-35, ну, и наш с тобой рост 2 с плюсиком, 2,20 где-то вот так вот штамп. Штамп сам расти будет гипермедленно. Штамповые растения обычно растут несколько миллиметров в год. То есть, обычно люди, в принципе, не замечают, что штамп вырос хоть на сколько-то. Вот. А верхние ветки, они будут выстреливать вверх, но обычно это, ну, все равно это не десятки метров. Да? Сам шатер мы можем формировать. В принципе, формировка очень схожа с формировкой вяза, который мы с тобой снимали ролик весной. Да, помню прекрасно. То есть, мы будем прорежать крону, направлять ветки вверх, чтобы они не шли внутрь и сами себя не загущали, не создавали никаких ситуаций, которые могут привести к заболеванию, к развитию вирусных грибных заболеваний. Вот. И такие березки у нас на участке будут две. Как называется еще скажи сорт? Это так называемые юнги, некоторые называют юнжи. Она может быть привита на разной высоте, но обычно это с прививкой. Ну, вот я вижу, да, прививочка отсюда вот идет. Да, да, абсолютно так. Ты абсолютно прав. То есть стол будет только утолщаться, а с ветками можно каждую весну работать. Слушай, а веточки до какого будут расти? То есть это не будет стажок? Они не будут доставать до земли? Запросто будут. То есть это нужно формировать, конечно, да. То есть даже так можно? Конечно, да. То есть можно хочешь зонтик, хочешь стажок? Кроме того, что она растет вниз, она все равно будет расти и вширь, и вверх. Поэтому это все весенней корректирующей обрезкой будет формироваться. Прекрасно. Можно будет поиграться. Можно будет, да. При желании. Хозяйка же говорила, что она хочет. Да. Она будет отдыхать душой, но руками при этом, да, ей приносит это удовольствие. Поэтому, в общем-то, береза, да, подходит для этих целей вполне. Расскажи, пожалуйста, смотри, какая красивая рябинка, оранжевые ягодки, как ты обещала. Я еще обещала пурпурные листики. Ну да. Но, увы. Не сезон, подумала рябинка и сбросила листики. Случилось непоправимое, но случилось. Листики опали, поэтому до следующего года мы их не увидим. Листики почти такие же, как у обычной рябины, но осенью они обычно окрашиваются в пурпурный цвет. И вместе вот с этим вот рыжим таким ярко-рыжим цветом ягод зрелище просто бесподобное. И мы специально встали сейчас с вами на фоне тракотового фасада нашего дома. Смотрите, какой потрясающий эффект будет. Такое впечатление, что вот эта прекрасная рябина была просто создана для этого дома. Ну, подбираем практически, да, под цвет. Ну, не то, что под цвет, но да, подходит. Тон в тон. Да. Значит, видите, у нас с вами как где-то на уровне 40 сантиметров у нас начинается сразу несколько стволов. Мы так и будем формировать. То есть мы сделаем... Она на прививочке тоже, да, нет? По-моему, да, да. Мы сделаем формирующую обрезку. Уберем, если тут есть защипы, они тут есть, коры. Вот. Чтобы она не была аварийной, чтобы скелетные ветки были надежные. А скажи, это тоже будет большое какое-то дерево? Ты знаешь, эти рябины, они у нас где-то максимум 5 метров вырастают. А, то есть, ну, это не будет вот как у нас вырастают, рябины бывают? Нет, слушай, ну, у нас рябина это дерево второй величины. Это рябина Арнольда сортовая. Ты, кстати, можешь попробовать ягодки, мы вот пробовали, они гораздо более сочные, чем у обычных. Да, да, вот мы сейчас с Петром попробовали по ягодке, и нам они очень понравились. Сколько времени прошло? Да, ну, уже, наверное, часик-то прошел. Она гораздо более сочная, не такая мучнистая, не такая горькая, не такая терпкая. Но в то же время это классическая рябина по вкусу. То есть, все вкусовые признаки классической рябины. Прекрасно, можно еще и съесть. Можно. Можно, наверное, сделать и настойку, а можно там еще что-то. В общем, я на самом деле не употребляла ни разу рябину в таких целях. Но никогда не поздно начать. В таких целях. Да. Вот эта рябинка прямо, она приятная по вкусу, даже похожа на черноплодку чем-то. Гораздо больше, чем на рябину обыкновенную. Рябина, правда, сочная и вкусная. Да. Таких рябинок у нас тоже две. Одна рябина точно будет использована для создания кулисы фасада этого дома, который создает нам практически весь вид в южном направлении. Вторую мы пока поставили сюда. Так она должна стоять по проекту. Посмотрим, как мы ее посадим. Может быть, она здесь у нас останется. По крайней мере, на сегодняшний момент меня вполне устраивает ее посадка по проекту. То есть мы посмотрим два варианта. Модуль живой изгороди и расстановка в виде сада. Расстановка по проекту, да. По проекту. Хорошо, Вика, немножечко еще расскажи про клен. Клен у нас самое высокое дерево, которое мы привезли сегодня. Да. И, вероятно, это будет какая-то доминанта. Слушай, клен от этого, ну, даже сейчас видно, да, что, в общем-то, это дерево будет первой величины по приросту прям бедно. Хотя он сортовой и у нас он себя будет вести менее сдержанно. Вот, но я думаю, что метров 15 он смело возьмет. Вот, что, в общем-то, не хотела хозяйка, поэтому каждую весну будет формирующая обрезка. То есть, обрезкой можно сдержать уровень? Формирующая и сдерживающая, да. Ну, зато он очень красивый, необычные листики очень красивые. у него, конечно, шикарные. Не такого сочного, наполненного темно-зеленого цвета, а более такие размытые, дымчатые, и они как раз-таки очень хорошо будут справляться закрывать фасад, и в то же время не будут давать такое массивное темно-зеленое пятно. Хорошо, Вика, смотри, у нас, к сожалению, день короткий, осенний, он закончился. Давай мы отложим рассказ про остальные растения на следующий. У нас из деревьев остался еще амурский бархат. Да. Тоже интересное дерево, модное. Хочу, чтобы ты немножко подробнее рассказала про него. Ну, и про остальные кусты, которые мы провезли. Завершим расстановку, сделаем выкопку, посадим в сад. Продолжайте смотреть канал Европлант. Мы продолжаем делать проект сада для врача Петра Попула. Всего доброго. Всем пока. Попула.